За столом грузинского ресторана социальные предприниматели «Химок». Меню бизнес-завтрака скромное, а вот повестка деловой встречи насыщена. Были представлены ключевые меры поддержки, доступные для нашего сектора. Участники смогли ознакомиться с новыми возможностями по улучшению финансового и правового управления. Как правильно составить договор с сотрудниками и контрагентами, отчитаться за гранты и субсидии? Юридические нюансы предпринимателям объяснили приглашенные специалисты. У меня 13 лет юридического опыта, и на самом деле люди часто попадают в какие-то ситуации просто от своей немножко юридической безграмотности. Почти всех ситуаций, 90% можно было бы избежать при должном введении документа оборота, и при этом хотя бы чтобы был какой-то приглашен юрист, либо юрист на постоянной основе. Потому что практически все проблемы, они все-таки от юридической безграмотности. В настоящее время в городском округе зарегистрирован 61 социальный предприниматель, и эта цифра продолжает расти. Так Наталья Фоменко два года назад открыла детский развивающий клуб и совсем недавно получила статус социального предпринимателя. А вместе с ним льготы, субсидии и возможность участвовать в грантах. Во-первых, есть возможность не только послушать, есть возможность задать вопросы и пообщаться и с коллегами, и с руководителями, с администрацией. То есть это, я считаю, что очень интересно, и формат немножко такой более интересный, скажем так. Напомним, до 30 августа Министерство инвестиций Московской области принимает заявки на предоставление субсидий от социальных предпринимателей. Максимальная выплата одному участнику покрывает до 85% расходов. С помощью субсидий можно компенсировать затраты на выкуп или аренду помещения, коммунальные платежи, закупку мебели и оборудования. Олег Тюрин, Вильфрид Зимковский. Новости. Химки ТВ.